Здравствуйте! Красиво у вас тут. Извините, что заставил ждать, но недолго. Если кому-то жарко, лучше рассупоньтесь. Как вам больше нравится? Я не знаю, сколько у вас есть времени. У меня-то много, у меня концерт завтра только в 7 часов, поэтому я здесь могу и жить. Завтрак принесут, если только охрану вечером выгонят, потому что им тоже надо отдыхать. Поэтому можем сделать по-разному. Если хотите, сначала вы задавайте вопросы, я вам что-то расскажу. Могу я сначала на всех наехать, потом вы на меня. Вчера был съезд Единой России. Фантастическое. При том, для меня всегда важны нюансы. Ну, интересно. Ну, естественно, всех журналистов, которые делают вид, что имеют хоть какое-то отношение к власти, их пригласили. Но пропустить же такое зрелище невозможно. А у меня, как назло, еще прямой эфир на Владивосток. Поэтому в любом случае, времени было так, чтобы зайти, отметиться, сказать всем «Здрасте!» и тут же уехать. Что выглядело демонстративно. То есть, Путин с Медведевым туда, а я оттуда. Кто надо, всегда, естественно, это записывает. Но что меня поразило? Гостиный двор в Москве? Ну, гостиный двор как гостиный двор. Но открыты две створки. Люди в галстуках, такие все важные, красивые, стоят в очереди. Но, конечно, очередь не как очередь, а очередь как вход в метро в час пик 80-х годов. И так все давят друг друга. При том, все такие важные, такие красивые. Там генералы какие-то, казачьи атаманы, члены СССР, депутаты Госдумы. И вот эта такая толпа ВИПов. Все друг друга давят. Все это в одну створку. При том, минут 50 давятся. И рядом со мной стоит генерал Куликов, бывший министр внутренних дел, такой маленький Куликов. И говорит, стою я, вспомнил анекдот. Давай. А стоим уже так, что можно ноги поджать, все равно внесет. То есть уже можно не напрягаться. Тебе все равно дверь внесут. Перед какой-то момент времени выходит прапорщик такой. И говорит, ну что вы прете сюда все, ну уже прекратите давить, успеете вы на свой съезд, успеете. Люди же понимают, что не вовремя пришел, считай, расстрел. Память же советская осталась. Так вот, и генерал рассказывает, живет в коммунальной квартире милиционер. А у него сосед, у которого попугай. И каждое утро милиционер бреется, вот каждое утро. А попугай ему говорит, ну что, ментяра, попрился и народ грабить. Один день, на второй опять бреется. На что, ментяра, на то что. Милиционер говорит, слушай, мужик, ты если своего попугая сейчас не приберешь к рукам, то все, я ему голову откушу. Что делать? Ну пошел мужик на птичий рынок продавать попугая. Ходит, ходит, никто не покупает. И смотрит, батюшка гуляет, тоже с попугаем. Говорит, батюшка, а у тебя что за проблема? Говорит, понимаешь, попугай матерится. Говорит, ну давай поменяемся, мой точно не матерится. Ну, принес попугая, поставил домой милиционера с утра, бреется, молчание. Бреется, молчание. Он подходит, попугай говорит, это я, ментяра, побрился, пойду народ грабить. Попугай молчит. Еще ближе, это я, ментяра, побрился и народ грабить. Попугай никак не ориентировал, он уже просто в клетку залез, говорит, я это, ментяра, побрился и народ гравит. Попугай смотрел, смотрел, говорил, покаялся, ну и пошел нахуй. Вот примерно такое у меня было ощущение от съезда Единой России. Ну, конечно, спасибо Путину большое. Теперь, оказывается, можно нам говорить слово «кризис». Потому что до этого же было нельзя, до этого же не было кризиса. Это же был такой Гарри Поттер сплошной. То есть это у них там кризис, а у нас все в порядке. Такой лорд Вальдермонт, тот, кого нельзя называть. У нас вот. Кризис это у них. А если кто-то из журналистов позволит тебе сказать, что кризис, для этого есть чайка. Которая чайка, чайка, отвечайка. Которая сдала указ, по которому можно приходить и спрашивать у журналистов, ты что, финансовый кризис раздуваешь? А ну, тебе ничего. Поэтому живем мы с вами в интересное время, когда всем все знакомо, особенно кто постарше. Все все понимают, но сказать никто ничего не может. А тот, кто может, по-моему, уже и не хочет. А главное, мы с вами еще как-то так, вот с августа месяца, после того, как случилась вся эта кампания. Я там не собираюсь говорить, кто прав, кто не прав, там варианта-то не было, иначе бы несчастных этих осетин всех уничтожили. Но вот что произошло в нашей стране с августа месяца, вот та скорость, с которой мы ломанулись в 1984 год, меня просто восхищает. Вот с какой скоростью мы обо всем забыли, и так. И КПСС тут же нарисовалось, и телевидение стало правильное, только не хватает больших концертов с Лебединым озером. И политики уже никакой нет, и уже никого из политиков не знаешь. Мало ты, когда включаешь телевизор, ну, мне когда воскресный вечер закрыли, я так вежливо спросил, а что случилось? Мне сказали, ну, есть такое решение, не надо. Вот этого всего уже не надо, хватит. А потом смотрю на политику, вот где сейчас увидишь Жириновского, ну, кроме моей передачи пока еще. О, судит минуту славы. А теперь, где Жириновский, судит какие-нибудь танцы на льду. У нас же теперь все политики, они ходят либо к Малахову старшему обсуждать, надо ли мочой лечить колени, либо к Малахову младшему выяснять, кто от кого ушел, кто с кем развился. То есть мы довели политику до уровня гламура, что справедливо. Потому что сейчас же, сейчас я вас буду пытать и спрашивать, а кого вы знаете из политиков? Ну, человек 15-20, мы назовем, а дальше скажем совершенно верное слово, дебилизация. Абсолютно правильно. 100%. При этом, что интересно, по большому счету, всем уже на это наплевать. У нас есть особенность великой нашего народа, многострадельного. Мы начинаем получать удовольствие от того, что нам плохо. Говорят, а мы это вынесли, и это вынесли, а мы все уже видели, давай, иди сюда. И все, наплевать, мы это пережили, там нам все пополам. Мы такие мак... Притом, мы считаем, что американцы при этом дураки. Это не больше всего нравится. Мы считаем, что они идиоты, правда, почему-то живут лучше, чем у нас. Я тут с народом общаюсь по радио, вас, к сожалению, радио «Серебряный дождь» не вещает, а мне звонит такой Хариус такой откровенный. Говорит, Владимир, надо поддерживать отечественного производителя, надо водить запретительные пошлины, чтобы машины сюда не возили, чтобы шипованную резину только нашу покупали. Я говорю, дебил, ты на какой машине едешь? Он говорит, на Рейнджеровере. Я говорю, ну что ты себе жигули не купишь? Я говорю, зачем поддерживать отечественного производителя, если отечественные производители не собираются поддерживать нас? Когда задаешь дурацкий вопрос, почему форт, собранный недалеко от вас, стоит дороже, чем такой же форт, произведенный в Европе или в Америке, идет молчание. Я говорю, ну зарплата у нас же ниже, ниже, аренда ниже, ну хорошо, понимаю, что воруют больше, ладно, но это не входит в бухгалтерские отчетности. Почему машина дороже? Почему в Америке бензин за время кризиса подешевел в два раза? У нас на корах с опеек. Так, и никуда. А там, пересчет на наши деньги, 13 рублей литр. Почему? Что случилось? Ответа нет. Нет ответа. Мы народ такой веселый. Нам все хорошо. Играет.